Всем привет, друзья! С вами снова Тимофей, и это игра Last Message. Последнее сообщение, как я могу тебе перевести со своим профессиональным знанием английского языка. В общем-то, что известно об игре, то, что там всего 4 отзыва на не написано, и в принципе она вроде как не очень супер крутая, и вышла она тоже недавно, но... Не знаю, чем она мне понравилась. Короче, суть игры в чем? На дворе какая-то эпидемия, кризис, там что-то случилось. В общем-то, все пошло не по плану, все пошло по одному месту, и один уже устал это все повторять, устал это все делать, устал все охранять, и, короче, все, он вылез из машин, сказал, все, ребята, все. Короче, я устал. А этот даже не долез в окно тоже решил. Короче, я все, я устал, не могу, посижу, отдохну. В общем-то, давай посмотрим, поиграем. Я уже начал записывать эту игру, скажу по секрету, и, блядь, не работал звук. Ты представляешь, я полчаса проиграл в эту игру, и не работал звук. Поэтому игрушка на английском языке я буду переводить с телефона, или что могу, то перебью сам, что не смогу, то переведу с телефона, поэтому будем играть вот так, 2015 год, на дворе, и смертельный паразит пронесся по планете. Зараженные, получившие прозвище Зенды, Зеды, становятся очень агрессивными, кусая окружающих. Инфекция мгновенно захватывает хозяина, одновременно убивая первоначального хозяина. Он распространяется быстрее, чем можно было ждать, нигде не безопасно. Пять лет спустя мы играем за бабёху, у которой по всему умерли её родственники. Муж там, сын, по-моему, был, и она осталась одна, но не совсем одна в этом мире. Мир захвачен, выжившие поддерживают мир как могут. Зараженные мутируют, чтобы найти новых хозяев. Игрушка бесплатная, кстати говоря, поэтому ссылка будет в описании на неё. 20-й год, Новой Зеландия. Джилл и её муж Джош и их сын Дэнни счастливы. Они любят играть в карты. Они семья. Они выживают. В карты, блять. Дэнни гонится, погнался за упавшим футбольным мячом по тёмному переулку. Затяжной. Его кусает какой-то заражённый Зед. Дэнни кусает своего отца, который пытается его спасти. Джилл колеблется, когда к ней приближается то, что когда-то было её мужем. Пистолет лёг её в руке, и сердце колотится в ушах. И она спускает курок. По городу. Разлетается выстрел. Наши дни. Новая Зеландия. Ньюззеланд. Или, короче, хер его знает. Джилл возвращается домой, в свою квартиру, после двухдневного забега или пробега. Короче, поисков. Еды, походу. Она включает свой ноутбук. И начинается с этого игра. Здесь текст. Если честно, я задолбался переводить. Короче, она находит друзей по переписке. И один из её друзей расспрашивает, что с ней случилось. Находится такой какой-то пропавший друг. Ну, у всех есть такие друзья, которые, нихуя, вроде сидишь в сети, вы каждый день можете переписываться, но никто ни с кем не общается. А потом как-то один выпьет там что-то, короче, там не то, захавает. И он напишет тебе, говорит, типа, о, как мы давно не виделись. Ты помнишь, да, мы там были тогда-то. О, да, мы там были. Или мы тогда-то общались. Ну, вот, типа, такого вот рода и пишет. Типы спрашивают, а что же произошло с тобой, Джилл? А та говорит, ой, ну я не знаю, рассказывать или нет. И спрашивает совета у другого друга. А тот ей говорит, конечно, расскажи, что тут такого. И она рассказывает, что её убил мужа, её мужа убил Зетт, её сына убил Зетт. И тот ей говорит, а ты знаешь, я живу по соседству с тобой, оказывается, прикинь. А та говорит, да ладно, та говорит, да. И говорит, принеси мне отвертку, блядь. Отвертку мне принеси. И он, Джилл, соглашается. И с этого у нас начинается игра. Потому что вот это всё читать, поначалу я думал, это вся игра и будет в этом заключаться. Нужно, что это всё читать. Можно, блядь, даже шутить. Похуй. Тут вообще похер, что ты напишешь, что ты скажешь, что ты от этого. Здесь описывается игра, они общаются друг с другом. И как-то дают тебе порционально, что вообще случилось в этом мире. И что вообще дальше делать им. Потому что они нихуя не знают, что им делать. Но я это знаю. Нужно идти искать отвертку. Наобщавшись в чате вдоволь, уже мы поняли, что нужно помочь этому Колли и Лукойли. И найти... Он живёт в комнате 202. Найти эту комнату. Короче говоря, он просит нас принести ему отвертку. Потому что у него сломалось там что-то, короче. И вот с этого момента начинается хоррор. Я просто охерел с того, что, оказывается, не вся игра это общение в чате. Я-то думал, что это вся игра общения, блядь, в чате будет. Но нет. Нет. Можно ходить, ты представляешь. И даже здесь можно и прятаться. Не знаю почему, не знаю как и что-то дальше будет. Но в этот момент я всё читал, я всё переводил. И я понял, что не работает звук. Звук не идёт. И я охуел. Поэтому сейчас всё было на ускоренку. И я не стал ничего записывать. То есть там пустой трёп, там ничего абсолютно не было интересного. Поэтому я решил... Кстати, у нас есть фонарь. Поэтому я решил оставить всё как есть. Промотать немножечко. Что это там? Какое-то тело, блядь, стоит на улице. Я надеюсь, нам на улицу не дадут выйти. Там что-то горит. Игрушка пиксель. Ну такая. Нет, ну довольно-таки прикольная, если честно. Так, что тут у нас? Чья-то кровать. Кто-то тут бардак. Устроил. Ладно. Свет не горит, но горит везде. Хуя тут у тебя туалетной бумаги. Здесь сколько? Запаслась так запаслась. Ладно, пойдём искать комнату 202. Чё тут у нас есть? Опа. Похавать можно даже чё-то. Нихуя ты посуду моешь? Не хочешь ко мне прийти и помочь? Рыба кормить не надо, надеюсь? Ну ладно, пойдём. 202 комната. Ну мы нашли, а... Ничего нет у меня. Ну ладно, пойдём походим. 205, ничего. Так, выход здесь. Бегать тоже я могу, кстати. Давай закрою к себе дверь, типа спонтан. Никого тут, никто тут не живёт. Так. Эта игрушка позиционирует тебя как хоррор. Поэтому... Давай относиться к ней как хоррору. Ну, может быть, мало ли, сейчас кто-нибудь на меня набросится. Хотя я надеюсь, что этого не будет, потому что... Защищаться у меня кроме фонарика ничего нет. Так, сейчас я приду тут. Сейчас я посмотрю тут всё. Вроде всё пусто, вроде ничего нет такого. Так, я микрофон чуть-чуть подниму. Всё. Всё. Она там писала, я так, прочитывал немножечко, что у неё осталось... Спрашивали её, как у тебя там с боеприпасами. Я сказала, очень всё плохо. У меня осталась одна пуля. Куда-то ушла моя собака Белли. Она реально хорошенькая, маленькая собачка. Чёрно-белая шерсть. Кто увидел её, позвоните. Мне. Что тут? Дорогой хрен из 303. Пишу тебе другой хрен из 203. Хорошо. Я зайду к вам. Получено новое достижение. Какой-то воин. Стоп. Читать. А шо читать, да ни хера не читала даже. Так, чё у нас здесь? Мусор. Опа. Somebody сдох. Замочила она. Сама себя замочила. Ты живая? Так, ну ключи мы с тобой возьмём. Ладно, пойдём. А как это я тебя не заметил? Ебать, ты красавчик. Дай топор. Слышь, чё? Топором она его замочила, а потом сама себя пырнула ножницами, что ли? Так. Лестницу может возьмём? Бегать? А, бегать мы можем? Прыгать мы не можем. Так, хрен из 203 позвонил хрену 302. То есть 302 на 203. Блядь, я уже запутался. Оно внизу чё-то есть? Так, аккуратно. Закрыто. Ладно. Так, какая там, блядь, комната-то? 200. 202, по-моему, да? А наверху чё? Понятно, сюда не вариант. И сюда тоже не вариант. Ладно. Так, ну пойдём туда в 202. Здесь, да, по-моему? Я дверь закрою на всякий случай. 202. Так, аккуратно. Тихонечко. Закрываем дверь за собой. Мало ли что. Блядь, ты чё, везде посуду будешь мыть, что ли? Пиздец ты, кухарка. Я чё-то слышу, но... Какие-то... Какие-то шаги. О! Кто это? Ты чё, блядь? Вот и отвёртка была. А чё ты? Ниндзя, что ли, повязанная? Нихуя тут, блядь. Ты блогер, оказывается, известный. Морнин. Три монитора, пять колонок, 17 клавиатур. Да ты этот самый, я смотрю. А куда отвёртку-то? В 202? Так мы в 202. Ладно, подожди, посмотрим, походим. Хорошо, что она может... Так, у меня отвёртка есть, и чё. Смотри мне, блядь. Блядь, а на шо тут это? Порядки наводит везде. Это чё? Нечитаемо. Ладно. А тут чё? А в сортир не вариант. Так там, может, туалетную бумагу взять, может быть. Вот. По-моему, вот что я читал. Друг живёт напротив. И ему надо вот эту вот фигню отправить. Алло. И чё? Эй. Теперь, походу, нужно идти к нему и написать ему. Так, подожди, посмотрим, он тут живой, нет? Ты живой, блядь? Всё, сиди там. Теперь, значит, короче, идём... Так, я закрою дверь. Идём к себе. Ставим стул. Блокируем всё нахер. Ну, я так думаю... Писать надо. Блядь, я сейчас всё проверю. Эту комнату тоже. Блядь, разве так была кровать здесь стояла? По-моему, она стояла здесь. Или... Или мне кажется уже. Ладно. Хорошо, пойдём напишем. Закрывай дверь. Выключай фонарь. Фонарь. Блядь, тут точно так всё было? Отвёртка отправлена. Я только что отправил тебе отвёртку. О, отлично, типа. Я получил. Сперва. Я посмотрю некоторые, что всё ли у меня в порядке. А потом, типа. Отправлю тебе там... Генри был там. Он, короче, слепой и всё такое. И он, короче, уже этим стал местным. Зедом. Вот чёрт. Передай ему спасибо, короче. Блядь. И извинения. Да куда столько печатать-то? В любом случае... Этот контакт в оффлайне. В любом случае, спасибо. Я починю мою дверь и, типа, выйду на связь. Так, другой написал. Короче, тут надо помогать, я так понимаю. Этим всем чмошникам. Что-либо делать. Можно, я не знаю, блядь. В принципе, не читать эту всю херню. Чисто уже в конце сама. Но я не знаю, когда этот конец будет. Сам факт, что нет русского языка херёва. Так, что ты хочешь вообще от меня? Это реально, короче, жизнь. Щёлкающий какой-то Z напротив тебя. Блин, ладно. Живой, короче, Z. Ещё и слепой, типа, был. Нихера себе. Ну, похоже на то, что был слепой. У Генри были забинтованы глаза. И он постоянно издевал кщёлкающий звук. Щёлкачи. Да, все источники говорят, что это стопроцентное, безглазое, слепое. Это, короче, уже всё. Это, типа, это не вариант дожить до рассвета. И он точно уже Z стал. Так ты был в чужой квартире? Это, короче, гнездо было, что ли, или что это? Он, типа, нуждался во мне. Кто, блядь? Вот этот хрен нуждался тебе. Вы помните, типа, Олли? Ну, помню, там, типа. Джош. Они с Джошем друзья были, верно? Он жив? Типа, да. Типа, он мой сосед, ебать, прикинь. Через эту, через петлю эту, через верёвку. По верёвке им отправлял, там, корзину. Какая-то шляпа. Чё? Чувак, типа. Конец какой-то. Там раньше жили его родители, и имущество какое-то было уверху. Способ как-то до него добраться. Ну, типа, похоже на то. И Зиап, типа, успокойся, Уилло. Его мама просто умерла. Это была тёмная шутка. Чё-то типа того. Я сожалею. Скажи, что я сожалею. Как и ты, как и я, может быть. Это здесь сестра, наверное? А тут, короче, Олли пошёл чинить дверь. Ой, блядь, теперь Олли пишет. Блядь, ко мне кто-то вломался. А кто там? А я даже и прочитать не успел. Пизда. Тихо. Я подсмотрю. С автоматами. Я даже не знаю, как посмотреть. А если он там? Всё, можно. Кажется, они ушли. Сломали стул. Блядь. Дверь, типа, не закрыта. А и как мне закрыть дверь? Ещё одним стулом. А если он здесь? Подожди, нужно ж проверить всё. Так, а этот ещё там остался? Зомбарь. Стоит, блядь, ему похер вообще. Так, ну, дверь закрыта. Ладно, хорошо. Джилл, типа, ты здесь? Блядь, а кто это вообще был? По наводке по какой-то? Я не знаю, что это случилось. Да, типа. Спасибо тебе. Что происходит вообще? Так. Я слышал, короче, я подал сигнал тревоги. И я думаю, что... Что, блядь? Факин. Я думаю, он видел меня, как я это делал. Подошёл к моей двери, выбил дверь. И я был готов к этому. Хотя... Никогда не стрелял в человека во время... За всё это время, чёрт возьми. Но это много крови, например, больше, чем я был к этому готов. Но всё же в порядке. Я должна знать, что с тем всё закончилось. И чё? Я думаю, ты уже убит. Оля печатает. Ха-ага. Говорит. Я окей. Ладно, послушай. Запомни ту дату. Помнишь дату, на которую мы с тобой пошли? Что-то круче. Что, блядь? Я знаю, это было давно. И время прошло много. Немного придурком. Я это знаю. Я знаю, ты, Джош, правый. Друг-то, длюга. Всё такое. Но... Оля, пожалуйста, не надо. Я не знаю, что ты сейчас задумаешь и делаешь. Я небольшой мваху. Это не то... Это... Дело не в этом. Дело в том, что... У меня скоро телефон, блядь, сядет. Я не видел тебя пять лет и хочу увидеть. Я не хочу умирать. Не знаю, в кого... Кем ты стала. Потому что у меня плохие новости. Плохие новости? Что за новости? Я так думаю, он стал этой хернёй. Ну, я так думаю. Этот рейдер... Он менеджер... Что, блядь? Менеджер. Ему удалось меня довольно немного хорошо подрезать. Но теперь... Это трудно. Всё труднее видеть. И, типа, много крови. Ну, типа, надо остановить кровь. Сорвать рубашку, завязать рану. Я могу отправить чистый материал для изготовления бинтов. Джил, я на сто процентов не... Что? Не понимаю, что происходит. А, не выживу. Не уверен, что у меня осталось столько времени. Можешь ты мне прислать фото своё? Конечно. Я достану это до тебя прямо сейчас. А где я эти фото достану? Кто-то мне ещё написал? Джон Хадсон. Я жив и... Что-то, короче, непонятное. Как это, перейти? Алиса Крамер. Хуйня какая-то. А чё, как... Отправлять-то? Я аж откуда знаю. Путер, блядь. Программ файл, юзер, my pictures. Что это за хуйня? Собака чья-то. Мои документы. Моя музыка. Вирус. Блядь. Вирус. Ну, у меня нету фотографии. Как мне тебе? Ну, вон фотография. А, иди ему туда. Прям отправить туда её? Блядь, а там этот хер же ходит. Ничего, кроме спама. Так. А если он здесь? Чё делать будем? Так, этот лежит, отдыхает. Вот тут вот он. Или вот тут. Не, ну тут он не может быть, я убрал там всё. Ну, на, блядь. Наслаждайся фотографией. А как он дойдёт, если он не выживет? Мем, мем, мем. Получен достижение меморабия какая-то. Блядь, приди сюда и просто помыть посуду. Так, ставим быстренько стул. Стул не помогает. Тут надо стол, холодильник заворачивать. Ну, хотя он проверен. Нет. Странно было не догадаться, что в шкафу кто-то может быть. Так, я закрою дверь. Я отправила. Иди смотри, иди получай почту. Блин, ну, конечно, если бы не вот этот писанина, оно, может быть, было бы и крутая игра. Спасибо. Это отличная фотография. Вас двое. Джилл. Джош, походу, слева. Джош оставил мне кое-что. Я обещал ему отдать это тебе. Ну, так что, мне обратно идти, что ли? Я отправил вам... Что? Мне плохо, типа, я пошлю это. Береги свои силы. Береги свои силы. Я бы послал, но мне это очень херово. Блядь, читай. Я отправлю это в корзине. Я хочу встретиться, типа... Блядь, давай быстрее уже, печатай, да пойдем. Я вот эту писанину, вот эту... Можно, кстати, английскому языку научиться, кто не знал. Ты будешь там, когда я приеду? Да. Я буду ждать тебя. Типа, я буду ждать тебя, короче. Я иду. Я бегу. Я иду. Сейчас меня пиздохают опять, наверное. Как можно без... без ничего? Так, я дверь закрою. О, вон он стоит. Бля, шо они все какие-то деды? Здорово! Ой! А там сзади. Прыгай в корзину. Прыгай в корзину. Прыгай в корзину. Э! Блядь, хуёво. Ну, давай почитаем. Моей дорогой Джил. Ээээ... Ну, давай, что там написано. Итак, я делаю это, как мы договорились. Я действительно не знаю, что здесь написать, но я, по крайней мере, хочу, чтобы у тебя было что-нибудь на случай, если со мной что-нибудь случится. Знай это прежде всего, Джил. Я люблю тебя и всегда любил с того дня, как мы встретились в шашлычной. С тех пор, как с тобой... Эээ... И с тех пор с тобой рядом я себя чувствую очень хорошо и смогу победить все что угодно. Но что-то случилось со мной, что-то ужасное. И спасибо моей душе, что вы все еще живы. Я знаю, ты должна быть на ленточках... Что, блядь? На ленточках. А без меня. Но я и хочу, чтобы ты продолжала двигаться дальше. Вперед. Эээ... Мир сейчас в такой ужасной форме. Ему нужны умные, сильные и способные люди вроде тебя. Ты мой мир. Я надеюсь, тебе никогда не придется это читать. Я люблю вас, Джош. Все? Это вся игра? Ну, в принципе... Блядь. Да. Отправить отвертку. Узнать, что твой мой друг помер. Почитать сообщения какие-то. И, в принципе, все. На этом. Ну... Если бы не английский язык, если бы побольше было бы, конечно, всяких там... Мест, куда можно было зайти, что-то там посмотреть. Кто это был вообще там? Охрана какая-то была. Эээ... Зашел со стволом. Кто это вообще такой был? Я не знаю. Да. Понятно сделано, что на юнити и понятно, что эта игрушка, скорее всего, первые типы выходят на арену, так сказать, игровой индустрии. Впервые, точнее. Поэтому игра бесплатная. Но, по сути, для бесплатной игры, в принципе, ну, в принципе, я бы сказал, да, неплохо. Но будем искать другие игры, друзья. А с вами был Тимофей. Подписывайся на мой канал, ставь лайк, комментируй. И мы обязательно с тобой добьем и выучим английский язык наконец-то, я надеюсь. Всем хороших игр и пока. Субтитры сделал DimaTorzok